Наша страна все больше привлекает внимание мировой общественности. Ну а приехать сюда гостям из-за рубежа, давай ближе, познакомиться с «Жемчужиной Востока», с имеющимся потенциалом наладить деловые отношения. Сейчас стало намного проще и доступнее. Кстати, об этом отмечают и профессионалы туристического бизнеса из разных уголков мира, собравшиеся в Ташкенте для участия в международной выставке с яркой тематикой «Туризм на шелковом пути». Под сводами национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр» открылась очередная 24-я Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на шелковом пути». Как обычно, масштабное событие собрало ведущих, профессионалов, специалистов в области туриндустрии со всех уголков мира. В этом году участвуют такие компании из Таиланда, Кореи, Индии, Египта, Малайзии, Сингапура, Киргизии, России. И специально для гостей, участников, организаторов поселили красную дорожку. Именно она и привела гостей на церемонию открытия международного форума. Здесь рассказали участникам о большом туристическом потенциале Узбекистана, о развивающейся соответствующей инфраструктуре в регионах, о новшествах и нововведениях в сфере. В своей приветственной речи представители международных организаций отметили успехи и достижения Узбекистана в индустрии путешествий и выразили готовность к плодотворному сотрудничеству. Я очень восхищен всем, что я увидела в Узбекистане, гостеприимством. То, что я вижу здесь, это как бы микро перспектива того, что вообще есть в Узбекистане. Я понял, что потребуются месяцы для того, чтобы реально в это погрузиться, реально узнать, что такое есть Узбекистан. Очень большое внимание уделяется правительству Узбекистана в отрасли туризма. Это знак того, что туризму уделяется огромное внимание как одному из важнейших секторов экономики. И то, что этот сектор будет сейчас развиваться еще более высокими темпами. В расположившихся международным и национальным павильонах представлены проект «Городок ремесленников», стенды, театров и музеев регионов нашей страны. Ну а дегустация сладостей в рамках фестиваля национальных блюд не оставила никого равнодушными. Особое внимание привлекает большое разнообразие восточного базара. Это керамика, лаковая миниатюра, украшения, аксессуары, изделия восточного искусства, чеканки. Модные дефиле с использованием национальных ноток в симбиозе с современными трендами от культур отечественных дизайнеров также были в центре внимания. Большой интерес проявили и представители зарубежных СМИ. А еще эта площадка позволяет многим бизнесменам, зарубежным туристическим агентствам и организациям заключить контракты на перспективу. Мы уже повторно на вашей выставке, здесь уже были в прошлом году, мы организуем экскурсионное обслуживание, трансферное обслуживание, отельное обслуживание по всей территории Таиланда, ну и в принципе по странам Юго-Восточной Азии. Надеемся на расширение наших контактов, к нам подходят туроператоры из Ташкента, из Бухары, из Саварканда. Мы всех рады видеть, ну и надеемся, что турпоток из Узбекистана, из ваших городов будет к нам только расти. В этом году представительства участвуют впервые, выставляют китайские павильоны, вместе с делегацией также участвуют компании из Бекина, Шанхая, города Чэнду, для того, чтобы граждане Узбекистана могли познакомиться с Китаем, а также наладить тесные контакты по взаимному обмену туристам из Узбекистана в Китай и наоборот. Традиционная выставка открывает уникальные возможности для гостей. Можно почувствовать особую ауру уюта и тепла в Харкалпакской юрте на Айаскала. А можно оказаться под величественным бухарским Дэйвон Бегей и Минарет Калян. А еще можно представить, что ты гуляешь по китайским ночным улицам. Здесь также можно ознакомиться с комфортом международных авиалайнеров. Ну а самое главное, что еще есть время самим убедиться в этом, окунуться в мир чарующего Востока и экзотических стран дальнего зарубежья. А 24-я Ташкентская международная туристическая ярмарка продолжит свою работу до 5 октября текущего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова